У мемориалов селе Локотня многолюдно. Это первая точка на пути автомотопробега кольцо памяти. Локотнинская братская могила одна из самых больших на маршруте. Здесь покоится 408 советских солдат и офицеров, погибших в битве за Москву в 41-м. Рано утром в небе над Локотней появляются немецкие самолеты. Затем слышен гул немецких танков. И через какое-то время пошла пехота. Силы были неравные, но на этом участке наши воины сдерживали оборону до окончания этого дня. Возложение цветов, минута молчания, оружейный залп. Участники готовятся двигаться дальше. Впереди еще почти 20 мемориалов. Маршрут привычный. Автопробег кольцо памяти проводят уже в пятый раз. Общая протяженность маршрута порядка 90 километров. Участвуют все желающие, местные жители. Присоединяется к нам местное подразделение байкеров, ночных полков. На каждой остановке проводятся митинги, встречи, возложения. Среди участников патриотической акции – ночные волки из Звенигорода. Байкеры отправляются по памятным местам не впервые. Специально к этому дню украшают мотоциклы символами Великой Победы. Для нас это мероприятие стало традиционным с первых дней. Ежегодно мы приезжаем на все мемориалы Одинцовского района, практически, ну, из Звенигородского округа. Отдать дань уважения. В рамках патриотического воспитания привлекаем с собой молодежь. Краткий экскурс на каждом мемориале – это как минута памяти. Автопробег длится весь день. В 17.00 участники финишировали в селе Козино, где их ждала концертная программа. Роман Попов, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.